Люди, всем привет из Сочи. 20 июня 2019 год. Время 20 минут 5. Только что закончилась очередная прямая линия с Путиным. И я позволю себе некоторые комментарии, которые вы не услышите больше ни у кого, наверное, такие как у меня. И быстро бегло пробежимся сейчас за 15 минут. Что сказал Путин? Основное, что говорил Путин, это чтобы лучше жить, нужно повысить производительность труда. Это он неоднократно повторял, даже когда его об этом не спрашивали. Первый вопрос, как содержать на низкую зарплату детей? Говорят, что зарплата учителей 10 тысяч, пожарников 12 тысяч, командир пожарников 16 тысяч и так далее. Ну, говорит, партнерство над этим работает, мы будем повышать, мы будем учителям добавлять, пожарникам добавлять. Я просто хочу сказать, что в Беларуси учитель получает 15 тысяч. Поэтому мы даже до Беларуси еще кое в чем отстаем от Беларуси. Значит, Путин говорит, надо проверить вообще зарплату в 10 тысяч. Правомощное лето, потому что по закону не имеет права платить меньше чем 11 тысяч 200, то есть прожиточный минимум. Но я хочу сказать, позор стране, в которой зарплата равняется прожиточному минимуму. Это не страна. Это какая-то фигня. Дальше он говорит, что в МЧС сложилась непростая ситуация с зарплатами, но Путин пообещал повысить до 32 тысяч пожарникам, что деньги типа выделены. Но дойдут ли они деньги? Деньги-то выделяются, но доход ли они? И еще к этому вопросу он возвращался неоднократно, говорил, что недопустимо, чтобы начальник получал в 10 раз больше, чем рабочие. Потом спросили про министров, может ли министр получать столько, как простой рабочий. Он говорит, что министр не может столько получать, пусть лучше рабочий получает столько, сколько министров. А я хочу сказать, что при советской власти, я жил в Норильске, шахтер получал, как министр, 800 рублей, а то и больше. То есть все реально. Нужно просто повысить зарплату рабочим. Но Путин не хочет повышать. Ну хотя может. Мой вопрос, когда начнут расстреливать за коррупцию? Этот вопрос так никто и не задал. Все жалуются Путину, что зарплату уменьшилась, жить стало тяжелее. Ответ Путина. Мы столкнулись сразу несколькими шоками одновременно с ситуацией с нефтью, с газом и так далее. То есть реальные доходы уменьшились в стране, поэтому не хватает денег на то, чтобы платить зарплату, повышать доходы населения и так далее. Но он сказал, что зарплаты начали восстанавливаться. А что значит начали восстанавливаться? Ты конкретно скажи, когда будет нормальная зарплата. Восстанавливаться нам не надо. Дальше. Рост зарплаты есть в 2017 году. Он сказал, что в среднем была зарплата 33 тысячи оказывается. В этом году уже 44, а в последнем все вообще 45 тысяч. Я не знаю, у кого зарплата 45 тысяч в среднем по стране. Учитывая, что большинство на Дальнем Востоке живет мало людей на самом деле. В Сибири и Дальнем Востоке живет всего лишь несколько миллионов. У них большая зарплата. А в России там зарплата маленькая у всех. Ну Питер, ну Москва. Ну это 20 миллионов. Остальные живут в провинции. Дальше вопрос. Темпы роста зарплаты в 2018 году. Это восстанавливаемый рост. Это, то есть, зарплаты когда-то сильно упались. Сейчас они просто возвращаются на свой прежний уровень. То есть, я помню, москвичи получали до 2008 года. Они получали 90 тысяч, 100 тысяч. Сейчас они получают 50 тысяч, 60 тысяч. Где рост? Его нет. Дальше. Новость хорошая. Военным поднимут содержание. Военным пенсионерам тем более поднимут пенсии. Индексация пенсии в этом году будет 7%. Это индексация плюс повышение пенсии всем еще на 2-3%. Но военным повысят на 4,2%. То есть, у нас военные всегда лучше. Ну потому что они охраняют режим. Это понятно. И тот же Путин добавил, надо повышать производительность труда. Ну так повышай, кто тебе мешает? Люди что, должны сами как-то повышать? Вы должны создать условия для коллектива, для рабочего. Найти какие-то деньги для реконструкции и так далее. Вопрос из Пскова. Онкологический центр, город Рославль. В большую очередь на специалистов, чтобы записаться на прием. Далеко ехать на автобусе. Мать Светлана говорит, 2,5 часа ехать на автобусе к врачу. Это так тяжело с ребенком. Я ей хочу сказать, вообще скажи спасибо, что автобусы еще ходят в этот областной район Рославль. Что есть еще врач, который тебя принимает. Что есть еще дорога, она не разбомблена. И ты можешь доехать. Что такое 2,5 часа? Это твой ребенок. Садись на машину, езжай на такси. Что за проблема? Большинство Светланы, они вообще ебанутые. Я просто хочу привести сравнение, пример с Англией, где я прожил 2 года. Я там обращался неоднократно к врачам. Там тебе скорую помощь окажут вообще без проблем. Приедут все четко, могут даже положить, полечить бесплатно. Но к какому-то онкологу попасть, это 3 месяца можно ждать, 2 месяца. К стоматологу запись тоже, либо дорого, либо надо ждать неделю. То есть это проблема по всему миру. У нас еще более-менее нормальная медицина. В Беларуси вообще шикарная медицина, доступная, бесплатная. Лечит рак, изобрели лекарство от рака, которое второе место после Швейцарии. В общем, Беларусь занимает второе место после Швейцарии по медицине в Европе. Значит, встает вопрос о недокомплектованности врачей. Врачей не хватает. Главная проблема врачей на селе именно, это отсутствие жилья. Нет благоустроенного жилья. Вокруг столько деревьев. У нас в России полно просто. Но они сжигают эти деревья, списывают, а на самом деле продают в Китае. Вы постройте из этих деревьев тысячи миллионов домов из древесины. Древесина практически бесплатная. Спилите миллион гектар леса, это будет вообще незаметно. Постройте всем дома. В ближайшее время планируется ремонт тысячи фельдшерских пунктов. Еще хочу сказать вопрос здравоохранения. Вот русская философия у человека такая. Я буду пить, курить, жрать, балдеть, получать полное удовольствие от жизни. А потом меня кто-то должен лечить. Фиг, ребята, фиг. Никто вас лечить не будет. Запомните. Ваше здоровье в ваших руках. Если вы пили, если вы курили, и потом идете по врачам. Так вам и надо, потому что вы добились того, чего хотели, к чему вы стремились. Неизбежно будут болезни после курения. Занимайтесь спортом. Опять Путин говорит, нужно выравнивать уровень зарплаты по региону. Ну давайте сравним Москву с остальными регионами. В Москве средняя зарплата там 50-60 тысяч, да по регионам 20-30. Все. Ну как выравнивать? А как ты выравниваешь? Прибережье было то, что там жила одна Москва. Почему? Потому что Кремль вокруг Москва. Если москвичи восстанут, они Кремль возьмут и скинут власть. Это очень просто. Поэтому москвичам их задабривают. Им затыкают рот подальщиками там. Социальные карты москвича. Какие-то бесплатные проездные. Какие-то еще фигнюшки. Продукты в Москве самые дешевые. В России кто бы что ни говорил. Жил в Москве, ходил по магазинам. Я просто обалдел. Я приехал, картошка 4 рубля. В Сочи она была 15-20, в Москве 4 рубля. Ну это же вообще, понимаете. И у них еще зарплата самая высокая. Я хочу спросить, в каких еще странах есть прямая линия? Вот Путин все решает в режиме прямой линии, да. Набирает очки таким образом. То есть вот я добрый царь, я вот еще там позвонил, сказал, что-то сделали. А почему ты в принципе допустил до такой ситуации, что люди вынуждены обращаться к тебе, потому что власти на местах не работают. Я вот представляю, например, прямую линию с Гитлером, да. Или прямая линия там с английской королевы. Но это смешно. Понимаете, Гитлер рявкнул, все побежали, сделали. Нет, расстреляют. Сталин расстреливал. Путин надо расстреливать. Не выполнил чиновник, не дал квартиру ребенку. Этого ребенка надо в квартиру чиновника, а чиновника в квартиру этого ребенка. Вот так надо поступать. Вот этот Александр Русско-Снаверского края. У него там бардак. Так, леса горят. Когда у нас живется мультимиллионер, мультимиллиардер. Там денег вообще куры не клюют. Воруют и воруют без конца. Вместо, значит, в солнечном городе, город солнечный, да, вместо детского сада и школы построили опять высотки. Люди жалуются, нет детских садов, нет высоток. Это было в начале прямой линии. В конце прямой линии УС уже полетел, оказывается, на вертолете там долетел. Уже докладывает, я уже там принял решение. Ну ты красавчик. А что ты раньше-то думал? Тебе что люди не писали, не звонили? Вопрос о нацпроектах. Выполним ли нацпроекты? Ответ Путина. Главное это понять, что мы должны сделать, чтобы поднять уровень жизни, развивать информационные технологии, повышать производительность труда. Вопрос. Когда люди почувствуют результаты? Ответ Путина. Результаты должны ощущаться уже сейчас. Должны. Но будут ли, понимаете, то, что должны, мы и так знаем. То есть Путин говорит, что должно быть. Да мы и так знаем, что должно быть. Ты скажи, когда это будет, и почему этого нет, и кто виноват, и что нужно сделать. Предусмотрена ли персональная ответственность министра за выполнение нацпроекта? Вопрос. Ответ. Она лежит на плечах каждого коллеги, который отвечает за данное направление. Ответ Путину. Вопрос про мусор. Реформа идет, результатов нет, тарифы растут. Вопрос от блогера, у которого 8 миллионов подписчиков, Катя, ей 15 лет. Ответ. Это большая проблема, которую начали заниматься только 2-3 года назад. А я хочу сказать, как бы я ответил, во всем мире это бизнес. Мусор, это огромные, гигантские деньги. Я смотрел документальный фильм про Киргизию, там есть такая королева, там у них помойки, да, у нее, она гигантские деньги сделала, всем детям всем купила там квартиры. Мусор можно продавать, понимаете, на Запад продавайте мусор. Но почему в России все? У нас страна для того, чтобы просто из людей все высасать последнюю. К сожалению, не успею все вопросы ответить, наверное. Производим 70 миллионов тонн мусора ежегодно. То, что показали с мусором, Путин говорит, это безобразие. Растут тарифы на мусор, потому что раньше мусором никто не занимался, сейчас его надо отвезти, привезти, обработать, переработать, сжечь еще что-то. А я хочу сказать, что на мусоре можно делать деньги. За него нужно платить, ну не столько, сколько сейчас. Мы при Пахомии в Сочи платим по 250 рублей, возят в Белореченск мусор, его вообще не перерабатывают. Сейчас вообще в центре Сочи сделали свалку. Об этом с сочинской коммуны снимают ролики. Дальше Путин говорит, поручу разобраться антимонопольной службой, почему такие тарифы на мусор. Вопрос, можно ли повысить пособие детям, и ипотека 6%, почему распространяется только на строящийся жилье, а на вторичный не распространяется. Путин отвечает, на Дальнем Востоке пилотный проект 5%, ну прям спасибо на 1%. Я хочу сказать, что в Беларуси льготная ипотека вообще под 1%. Вообще на Западе нормальная ипотека это 3, 4, 5%. Я был в Чехии, в Райфайзенбанке, мне давали под 5%. Я мог в Праге купить спокойную квартиру. Про материнский капитал с 2018 года задним числом будут начислять тем, кто раньше не попал. Я сам, честно говоря, не понял, что он так сказал. Дальше будет как? Если доход на человека меньше 17 тысяч, то будут добавлять 11 тысяч вот этот прожиточный минимум. Но будут стремиться к 45 тысячам. То есть если в семье доход отца и матери меньше 45 тысяч, то каждый ребенок будет получать 11 тысяч. До 3 лет. Так я хочу сказать, что в Беларуси давно они платят до 3 лет. В Беларуси выше пособия, чем в России. Там в Беларуси выше льготы. Вот одна моя баба говорит, у меня 50 рублей пособия. Что это такое? Что такое 50 рублей в месяц на ребенка? Что, для чего это? Что это унижение? Кто это придумал? Вопрос про санкции. Если Россия выполнит все требования Запада по санкциям, то что это даст России? Путин говорит, что Россия потеряла 50 миллиардов долларов, США всего 17, Япония 27, Евросоюз 240, Евросоюз пострадал больше всех. Я хочу сказать, что США сделал санкции для того, чтобы убить Евросоюз экономически. Потому что они больше всего пострадали, США не пострадало. Для них 17 миллиардов это ничто. Путин сказал, что санкции нам нужны, принесли пользу, потому что началось импортозамещение, мы начали производить некоторые товары, которые мы не производили, в частности, морские двигатели, энергомашиностроение, тяжелое машиностроение и так далее. То, чего раньше не было. Сельское хозяйство колоссально поднялось, полностью с ним соглашусь. Уже экспорт сельскохозяйственной продукции у нас составил 25 миллиардов, в планах 45 миллиардов. Из Тюменской области вопрос, нет водопровода. Вот мой ответ, я бы сказал Путину, пробурите скважину, а это стоит 15 тысяч. Скиньте всем селом, пробурите скважину. Нет, люди не могут пробурить скважину. Она зимой, кстати, не замерзает. Нет, они ездят, значит, там куда-то за 2 часа. То есть люди сами не могут себе помочь. Дальше вопрос про китов и белух на Дальнем Востоке. Я так и не понял, в чем проблема. Они там живут, как бы, одна косатка стоит 100 миллионов долларов. То есть хотят продать их там. А мой вопрос к Путину, когда уменьшат зарплату депутатов и чиновников и когда начнут сажать судьи за взятки. Уже все берут взятки, все поголовно. И об этом говорили. Вопрос к Путину. Куда нас ведет эта банда патриотов из Единой России? Путин. Ответ. Правительство вынуждено принимать непопулярные меры. Вопрос. Когда на местах снова будут выбирать власть напрямую? Путин говорит, так у нас напрямую и выбирают. Вопрос к фермерам. Почему вся госпомощь идет крупным хозяйством зарегистрированным в офшорах? Ответ Путина. Именно крупные хозяйства дают основной продукт. Объем продукции фермерских хозяйств вырос на 45%. Фермер занимается 12% рынка, но получает 16% помощи. Но мы будем увеличивать помощь фермерам и развивать местные бренды. Такие как Вологодское масло и так далее. Опять так, вопрос про детские сады. Про министров я уже сказал. Мост про вопрос про мост через Лену в Якутске. Путин говорит, что не могут решить вопрос, потому что якутский тупиковый город этот мост никуда не ведет. Это как бы мост внутри города. В связи с этим целесообразность его под большим вопросом и надо решать его совместно с местными властями и с Москвой. Я хочу сказать, что алмазы добывают богатейший край, денег на мост нет. То есть все разворовывается. Вопрос, куда делся народ Чуть? Путин отвечает, ну много народов растворилось у нас за это время. Чувствуете ли вы как гарант ответственности, как гарант Конституции ответственности за коррупцию? Путин да, чувствую, иначе бы вы ничего не знали о том, что происходит. Потом он продолжил, бессмысленно давать коррупционерам пожизненное заключение или 150 лет тюрьмы, как в Америке, потому что они и так уже все преклонны возраст. Вот хороший атмос, а если ему 30 лет? Это большая тема отдельно, потом как-нибудь к ней вернусь. Вопрос от группы Яндекс. Надо создать российское институтное предприятие типа беспилотных автомобилей. Ответ, сколько будет развиваться, Яндекс получает поддержку государства и так далее. Ответ Путина про программистов нужно обеспечить рынок для наших программистов, завалить их заказами в России и работой. Вопрос про проверки бизнесменов. Бизнесменов продолжать сажать, закрывать. Я хочу сказать, что это будет и дальше, потому что государство должно кормиться. Этот омбудсмен Александр сам отсидел в тюрьме, потом вышел, говорит, что давайте заменим на залог, потому что никто не убегает, надо вот... Просто пока бизнесмен сидит, значит, бизнес у него отнимает, забирает, выходит. Сидит до тех пор, пока бизнес весь не растащит. Все, бизнес растащили, его выпускают. Увеличивается число осужденных бизнесменов, не уменьшается, и так будет и дальше. Я говорю, мы, мы, это мы кормушка для государства, мы будем дальше кормить этих дармаидов. Путин отвечает, нельзя злоупотреблять арестами. Это можно любой сказать. То есть, содержание подстражей надо, конечно, уменьшать, говорит Путин, да, ну а как уменьшать? Вопрос об организации преступного общества. Надо работать на экспертном уровне, на уровне Госдумы, надо подумать над этим. Дагестан, нужно сделать статус народного полочинства. Путин поддержал. Вопрос, если вернуться на 20 лет назад, согласились бы вы стать президентом. Путин, я первый раз отказал, Ельцину сказал, что не готов, но потом все-таки согласился. Вопрос об умирающих пациентах. Анна Федермейсер, которая была кандидантом мэра Москвы, сняла свою конъюнтур, спрашивает, почему врачи не могут опиенные, значит, анальгетики давать умирающим людям, чтобы снизить мучения. Очень криминализирована эта статья, короче, там полный дурдом, врачи боятся, то есть, опять же, их сажать, чтобы потом с них вымогать взятки. То есть, кругом силовики, они кормятся, ЖКХ кормятся, ФСБ кормятся, полиция кормится, все кормятся за наш счет, за счет простых людей, за счет врачей, учителей, значит, психопатов, которые лежат в больнице и так далее. Вот самые униженные, оскорбленные, вот мы, больше всего, и страдаем. Вопрос, можно ли не оскорблять депутатов? То есть, как это декриминализировать статью? Он говорит, а статья, это, в общем-то, она за оскорбление депутатов, она не предусматривает. Там оскорбление символа государства, за которое, например, ФРГ, он говорит, несколько лет тюрьмы. Я полностью с ним согласен. Вопрос от Гоблина. Про фейк...